Если вы считаете себя сникерхедом или просто любителем комфортной обуви, то должны знать и другие бренды, кроме Adidas, Nike, Puma и Reebok, ну и New Balance, конечно же. Так вот, сегодня мы будем знакомиться с нидерландским брендом Feeling Pieces, который стер грань между масс-маркетом и лакшери. И это знакомство возможно благодаря моим партнерам онлайн-магазину Foodshop. У ребят огромный выбор кроссовок и очень часто их цены ниже тех, что вы видите на ценниках магазинов. Более того, каждому моему подписчику Foodshop дарит скидку 10%. Ссылку на магазин и промокод на скидку ищите в описании к этому видео. И если вы уже воспользовались моей рекомендацией и купили кроссовки на сайте Foodshop, то вы можете выиграть еще одну пару кроссовок бесплатно. И вот, что для этого нужно сделать. Если вы готовы к просмотру, то ставьте лайк. Ну а если видите меня впервые, то давайте знакомиться. Меня зовут Ириска, и я рада встрече с вами. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете, как быстро отличить подделку кроссовок известных брендов, чтобы не покупать копии по цене оригинала. Да, и на колокольчик нажать не забудьте. Субтитры сделал DimaTorzok А дизайнер бренда Feeling Pieces Гийом Филибар такие сообщения может попросту игнорировать, хотя ему всего 29 лет. Но о нем уже написал авторитетное издание Forbes. Еще бы, в свои 20 он не побоялся выйти на арену к акулам сникер-культуры и представить свой личный бренд, и спустя 9 лет получить суммарный доход в размере 18 миллионов евро. Девочки, если вы полезли в интернет пробивать, женат ли юный миллионер и сколько у него детей, то это все я уже сделала. Гийом пока свободен от брачных уст, но возлюбленная у него есть и называет он ее своей лучшей половинкой. Ребята, те, кому приходится вставать утром и ходить на работу, для вас хорошая новость. Если у вашего отца или дедушки есть гараж, а в вашей голове постоянно крутятся идеи для стартапов, то бегом туда. Это святая обитель всех миллионеров. Фил Найт, Стив Джобс, тот же Гийом Филибард, все начинали здесь. Вырезаем, оп, и теперь попробуем их. Что же это за бренд такой Feeling Pieces? Для начала несколько цифр. Бренду уже 9 лет. 350 ритейлеров продают кроссовки брендов в более чем 40 странах. В среднем пара кроссовок Feeling Pieces стоит 200-300 евро. Но есть экземпляры и за 500. То, что Гийом идет в верном направлении, говорит и количество подделок, которые можно встретить в интернете. Пара фейковых Feeling Pieces стоит на минуточку 100 долларов. Вот этот человек, который привык модничать в различных кроссовках с раннего детства. По крайней мере, так утверждает Гийом в своих интервью. Он говорит, что его мама всегда радовала его парой новых кроссовок. Повзрослев, Филибард поступил в один из университетов Амстердама на специальность архитектор. В студенческие годы он продолжал следить за модой, что, собственно, неудивительно, и накопил на новую пару оригинальных кроссовок Dior Home. И чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Но спустя несколько дней это чувство счастья пропало. Оказалось, что Гийом не один купил себе такие кроссовки. И это заставило его задуматься, ведь денег он потратил немало, а в ответ никакого чувства уникальности и оригинальности он не получил. Именно тогда Филибард подумал, что существуют либо обычные версии кроссовок из масс-маркетов, которые ходят все, либо люкс-версии, а чего-то среднего нет. Поэтому Гийом решил заполнить эту нишу и подарить миру кроссовки из премиум-материалов, но по цене ниже, чем у люкс-брендов. То есть, в месте 500 евро пара кроссовок-брендов Feeling Pieces стоит 200-300 евро. И если учесть, что дизайнер использует для производства кроссовок итальянские материалы, премиум-кожу, нубук, напу, и то, что кроссовки делаются вручную и не в Китае, а в Европе, а именно в солнечной Португалии, то грех не присмотреться к такому бренду поближе. По поводу страны производства, в своих интервью Гийом рассказывает, что первые партии кроссовок отшивал в Азии, но постоянно были сложности перевода и тяжело было контролировать качество на таком расстоянии. Поэтому спустя некоторое время производство перенесли в Европу, а именно в Португалию. И если вы в поисках кроссовок без надписи Made in China, то Feeling Pieces – это как раз то, что вы ищете. Ну что, давайте смотреть на кроссовки, о которых вы уже так много услышали. Вообще вся обувь бренда делится на базовые модели и новаторские. «Новаторские» – такое громкое слово всего лишь означает, что дизайнер несколько изменил детали верха и подошвы, так как Гийом за стабильность и не очень любит играться с формами. Другое дело обновить некоторые материалы и детали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Своим брендом Гийом Филибер стирает грань не только между масс-маркетом и люкс-брендами, но и между мужской и женской обувью. Так, большинство моделей бренда Feeling Pieces – это унисекс. Например, вот такие вот кеды low-top отлично подойдут как парню, так и девушке. И если мы посмотрим на размерную сетку, то увидим, что разделения на мужчин и женщин нет. Здесь важно учесть, что обувь бренда Feeling Pieces больше мерит, поэтому нужно заказывать кроссовки на размер меньше обычного европейского. Как это часто бывает с обувными брендами, в какой-то момент они начинают производить одежду. И, кстати, часто зарабатывают на этом больше, чем на продаже кроссовок. Гийом, конечно же, отнекивается. Говорит, что его коллекция одежды, которая появилась в 2018 году – это порыв души и творчества. Но нас не обманешь. В этой истории есть признаки коммерческого интереса. Не зря же дизайнер заручился поддержкой известного бренда – американской сети магазинов «Парнис». Не зря, не зря… Свой бренд дизайнер Филибард продвигает и с помощью коллабораций. Так он сотрудничал с Рони Фигом, дизайнером обуви и владельцем одноименной розничной сети «Кисс» и с брендом «Пума». На достигнутом юный дизайнер останавливаться не собирается и смело заявляет, что его цель – стать лидирующим брендом обуви. Для обзора я выбрала модель Cosmo Infinity и стоят такие кроссовки – 240 евро. Давайте посмотрим на них поближе. Было бы круто, если бы на вот этой вот карточке еще бы автограф дизайнера был. Казалось бы, обычная бумажная карточка с обычными словами «сэнкью», но с ней распаковка становится куда приятнее. Кажется, что между тобой и брендом есть уже некий диалог. Из чего же из чего сделаны наши кроссовки? Верх кроссовок сделан из нескольких материалов, и на официальном сайте все они пишутся с приставкой «Премиум». «Премиум замша», «Премиум нубук» и «Премиум напа». Подошва сделана из резины. Кроссовки прошиты, и если отогнуть вверх подошвы, то следов клея даже не видно. Если посмотреть внутрь, то никаких информационных наклеек нет. Есть только вот такой вот стикер о том, что кроссовки сделаны в Португалии. Отделка внутри исключительно кожа. Стельки, кстати, съемные. Так за кроссовками будет легко ухаживать. И посмотрите, какой толщины это стелька. А вот и отделка под стелькой. Все выглядит достаточно добротно. Выступающий язычок кроссовок в форме треугольника – вот отличительная черта бренда. И все это неспроста, а сделано намеренно, чтобы владелец не скрывал кроссовки под широкими штанинами. Уж очень не хочет Гийон Филиберт оставаться незамеченным. Несмотря на то, что кроссовки полностью сделаны из кожи, а подошва из резины, а не легкого материала Эво, например, вес пары кроссовок в 37 размере не превышает 900 грамм. И это отлично. При ультрафиолете светятся шнурки и прошивка на подошве. С размером я не угадала. Взяла свой европейский 37. Но, как я уже говорила, кроссовки Филинг Писес большимерят и нужно брать на размер меньше обычного. Итак, если при выборе кроссовок вы цените качество и оригинальность, то бренд Филинг Писес определенно заслуживает вашего внимания. Напомню, что кроссовки на тест предоставил интернет-магазин Фудшоп. Стоят такие кроссовки 240 евро. Ссылку на магазин оставляю в описании к этому видео. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу бренда Филинг Писес. Есть ли у него шансы стать лучшим производителем обуви? И готовы ли вы потратить 200 евро за кроссовки этого бренда? Также оставляйте свои новые запросы на тест в комментариях, и мы скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok